МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А наблюдается там замор рыбы, массовая гибель водных животных, скажем так. И пока еще неизвестны причины произошедшего, но так как вы всегда имеете свою активную, яркую, точную позицию на подобные вещи, мы хотели бы сегодня с вами поговорить именно на эту тему. На ваш взгляд, соответствующие органы достаточно оперативно, достаточно адекватно отреагировали на произошедшее или как? Да. На высоте оказалась инспекция наша. Несмотря на то, что их всех предупредили, именно вы и... И вопрос предупредил их общественность с места, но будем говорить так. А среагировали оперативно, определились. Единственный вопрос – рыбопользователь направил их не в ту сторону. А так то, что... Потеряли время. Потеряли время. Ну, в целом, реакция нормальная. Масштабы произошедшего. Некоторые это просто называют инцидентом, некоторые напротив бьют на бат. На ваш взгляд, что это? Экологическая катастрофа или, ну, вещь, которая время от времени происходит? Нет, это вещь... Время от времени может происходить, но это все-таки... Не в таких масштабах. Не в таких масштабах. Во-первых, я долгое время веду дневники, есть у меня записи старших товарищей с 36-го года. Такого не было. Во-вторых, сразу четкая поправка. Это не Храмтауский район. Источник вот здесь. Вот он. Обозначен, мы его вчера нашли. Это что? Еще раз покажите. Есть источник, место загрязнения. Это речка Аксу на протяжении от точки Урталы-Касу. Урталы-Касу. Центральный Асу. Да, и центральный Асу. И оттуда дальше уже пошло на Сулитой и на Орь. Это из Муголжарского района. Из Муголжарского района. Берет начало из Муголжарского. Пошло довольно на протяжении. Если еще раз сразу, что второй вопрос, уже когда мы вернемся к последствиям, о чем будем говорить. Сегодня это, я его называю, извините грубым словом, мразь, вот эта черная, она дошла сегодня примерно половину пути, 30 километров это точно вышло уже. От Муголжара. Да, от Муголжара уже. Фронта в Капинском, где мы вот уже, когда начинаем тревогу бить. И осталось вот этот путь пройденный с небольшим и до границ России. Наша задача сейчас каким-то образом вот определить, смониторить. Ребята сегодня опять уехали, местные активно работают, там ребята с КС. И информация ежедневная у нас, насколько будет продвигаться, сколько это будет дегить. Весь этот путь, который вы, кстати, показываете на карте, проделала это, как вы говорите, черная мразь. Это какая-то субстанция или что? Я не гадальщик сегодня вот три раза повторяю, но каким-то образом оно просто вызывает раздражение. Не можем определить. По моему мнению, просто мое мнение сугубо, вот изначально, когда увидел, вот он признаки, пошел этот пласт. Какой-то пласт, возможно, со времени даже Советского Союза, может быть креолин, может быть еще какая-то консистенция, не знаю. Скопилось. В результате дождей у нас получается в предыдущую пятницу-субботу шли дожди. В понедельник уже первое число было. Вот 30-е уже первые признаки отравленной рыбы, и дальше пошло уже первое на уровне катастрофы. Почему? Там не рыба, там все живое вымерло. Что еще? Черепахи уходили, просто они убегали, рыба выбрасывалась в ближайшие протоки от основного протока реки. Там, ребят, я не смог, не мог выехать вот эти дни, но информацию получал ежедневно. То есть живого там ничего нет. И получается, как вот это наступает, вот эта пелена, характер ее такой. Вот если мы просидели вчера от времени от светлого до темного с Красовским Михаилом, получается так. Вот этот промежуток, который как-то проходит, вот где мы можем контролировать, предположим, от Ортас-Ису до новой базы, и на месте смотрим на плеси. Вот это то, что осталось, это уже все мертвое. Следующий этап, проходит эта пелена, опять мертвая. Проходит опять, опять мертвая. То есть сзади остается просто вон. Александр Васильевич, от той точки, с которой она начала свое, скажем так, плавание, это черная масса, до Хронталовского района 30 километров. 30 прошло оно. 30 проплыло и никак не теряло свое действие. Никак, даже не теряет никаких свойств. То же самое, те же движения, оно точно так же идет. Сейчас какая ситуация? Она продолжает действовать? Продолжает действовать. Сегодня смониторит. А здесь дело в чем еще? Здесь у Литты задействованы три речки. Я всегда говорю, вот я такой, обычно если бы шутил бы я. Вопрос получается, речка... Отчищением идет, доходит до Ори. Ори тоже чистить же получается. Уже две речки помогают. Джусалых приток сбрасывает в карман. Грязь. Вроде тоже отчищение, но сейчас, правда, сама ток начинается. Часть воды чистится, назад уходит. То есть уровень был поднят. Зашла, она начинает чистить, опять сбрасывает на Ор и идет. И картина вот такая на сегодня. И все по пути вымирает. Да. Сейчас продолжается мор рыбы? Продолжается. Какие-то подобные ситуации должны производиться? Ну, просто из практики. Если заражена почва, то производятся обеззараживающие действия. А на воде что можно предпринять? Сейчас мы пока ничего не можем определить. Посмотрите, здесь я вернусь к рыбопользователю. Есть определенный порядок, определенный законам и договорам. Действия какие оперативные? Я получил информацию, у меня ведется промысловый лов. То есть промысловый лов, это стоят сети, которые вылавливаются. Рыба идет на продажу, на какие-то внутренние нужды. Местные там, само собой, то, что разрешается ловить, нам 4,5 килограмма ловят. В этот момент поступает сигнал. Извините, рыба нестандартное поведение. Ясно дело, что у нас народ, который, ну, будем говорить так, плывет и возьмем. Задача рыбопользователя сразу, непременно. Егерская служба независимо информирует, что вышел такой источник загрязнения. Изымаются промысловые билеты, делается отметка. Выставляется егерская охрана по месту заражения. Сразу тут же берется анализ протокольно, анализ забора, желательно, почвы, воды и то, что полегло. Рыба в данном случае. Это все мониторится, быстро сдается. Мы потеряли время. У нас сейчас только в четвергу будет анализ по тем 12 рыбешкам, которые действительно ребята добросовестно сняли. На Джусалах, где-то в районе, там, блин, не в основном источнике загрязнения. Вот эта позиция мне непонятна. Почему сразу, не идя по загрязнению, здесь именно так, как вот сделали мы, пошли? Это надо знать место. Значит, тогда егерская служба. Я не могу, правда, сказать, там егеря довольно опытные работают. Пока официальной информации нет о запрете рыбы в данной местности, официально она нигде не проходила. Официальная информация также о том, что должны изымать билеты у рыболовов тоже, такой информации не звучало. В таком случае действия, опять-таки, возвращаясь к ним, соответствующих органов, они адекватны или нет? Неадекватны именно в этом плане. Нам нужно сейчас минимум по четырем точкам мониторить. То есть, если мы определили источник загрязнения, непременно там надо взять пробы, именно в районе новой базы. Потом на слиянии, там, где стыкуются в улитые и АКСУ, и на входе в ВОРТ, третий, непосредственно на том месте, куда сегодня дошла вот эта черная масса. Вот эти четыре точки нужно непрерывно каждый день мониторить за счет рыбопользователей. Опираясь на ваш богатый опыт, опираясь на те знания, которые вы имеете в данной сфере, с которыми вы делитесь на странице газет, в эфире телеканалов местных, также выступая на открытых мероприятиях, вы также говорите об охране окружающей среды, о том, как необходимо действовать. Вот опираясь на все это, на ваш взгляд, какие могут быть последствия всего этого? Мы даже сейчас не сможем просчитать. Однозначно, что зарыбления уже не будет, эти хозяйства надо выводить. Вопрос принимать меры, какие там будут дальше, это после анализов, после всех. И время, но время, опять-таки, она играет против нас. У нас два года нормальный поводок. Теперь как эта природа сыграет с нами? Ляжет эта пласт где-то? Это же, считайте, вся рыба, которая, щука не всплывает, она тонет. Нали им, соответственно, караси, линии, самы. Все, что вот это всплыло, это тонны рыбы. Они же тоже свой источник заражения какого-то. Начнет совсем другой процесс. Как он заляжет в зиму идет? Какая будет зима? Зимой обязательно надо мониторить по этим местам, проверять, смотреть, что будет. И весной как пойдет поводок, куда он разнесет это все. Эти водоемы, они впадают в те реки, которые текут в сторону, скажем так, наших северных соседей? Идут. Вот в том-то и дело этих соседей. Я опасаюсь, что они завтра поднимут, уже будут говорить об этом. Потому что ворь-то впадает у нас, в Урал. Есть телефонный звонок 222-333, телефон прямого эфира. Звоните, уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы. Вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос, слушаем вас. У меня первый вопрос. А можно будет обнародовать, чьи базы построены на Джусалее? Кто хозяева этих баз? И как они получили разрешение именно на берегах рек строить, животноводческие комплексы? Естественно, это все уходит в реки. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот в одном из роликов представитель или природоохранной полиции, или инспекции говорит, что мы не обнаружили факта гибели РЭП. А там явно факт налицо. Сегодня по Алматинскому телевидению показывают. И СООМ, и все, что хочешь. Зачем обман? Спасибо. Я бы не сказал этот обман. Еще раз повторюсь. Не взяли ни в том месте пробы, ни определили места. Как всегда подумали, что начали планово работать. Планово работа шла. Взяли и сразу поторопились, сказали вот этот вопрос. Я его поправил. И сегодня человеку позвонил, сказал, вы неправильно поставили, синформировались. Сами развернули работу и на первом же анализе подстраховались. Возможно. Я эти действия не оцениваю. То есть обман он не был, никак не утаишь. По всем каналам идет буквально с 3-4 числа, уже вот в этот момент, уже она шла, эта информация. По всем буквально каналам. То есть резонанс большой. Нет здесь смысла кого-то обманывать. Первый основной вопрос, который по базам. Ну, вы помните, я немножко в истории в ракурс уйду. Это все из советских остатков. Вопрос только в том, что тогда существовала норма несколько другие. Они были жестче. И кубка, предположим, она находилась на каком-то расстоянии от уреза реки, даже от уреза. Сейчас нет кубок. Кстати, одна из вот этих версий, которые мы сегодня прорабатывали в охоте, в инспекции, говорили, разговор шел, мы не избрасываем. Нужно сейчас поднимать стариков, которые знают, где были кубки. А в этом районе они были по базам. Вопрос, кто этим будет заниматься? Вопрос, ну, заняться... И кто будет поднимать, как вы говорите, стариков? Наверное, о том, что благодаря вот этому резонансу и началу правильных действий, хоть сейчас мы не упираемся с органами, которые контролируются. То есть на работу слаженно идет. Ну, по крайней мере, ситуация была придана огласке, и уже это о чем-то говорит, и чем больше людей знает, тем лучше. Все, затаив дыхание, будем ждать результата. Теперь еще в одном таком, может, он и не совсем имеет отношение к сегодняшней нашей беседе, но не менее важный вопрос. Вы до этого говорили о том, что некоторые охотники под видом охоты оттачивают свои боевые навыки в степях, и опять-таки опровергли все соответствующие органы. Это ваше заявление. Все в степях хорошо, никто там не оттачивает боевые навыки. Вам не обидно слышать такие опровержения дружные? Да нет, это мало и много называют. За то, что я видел своими глазами и разговаривал, это я отвечаю слова, но подтвердил и стрелок с Алматы. Он публично же сказал, что он в первую очередь оттачивал эти навыки на охоте, и потом уже пейнтбол. Ну, еще раз говорю, по характеру, не будем, уже вроде как бы время прошло, по характеру тех действий, которые вот эти люди делали, они наверняка имели дело с подраненными зайцами. У зайца глаза выбиваются легко, у человека немножко сложнее, но они это сделали прикладным. То есть эти люди, они были на охоте. И скажите, это все-таки вопрос, который не снимается с повестки дня, и он тоже должен оставаться актуальным. И возвращаясь к нашей основной беседе. Вы говорите, что с зарыблением теперь не стоит торопиться. На ваш взгляд, на какое время, на какой срок? Не могу сказать точно. По мнению того же Красовского, кстати говоря, он в мае месяце говорил, что нет необходимости обществу зарыблять, выкидывать деньги на ветер. Это проходило тоже по телевизору. Я, к сожалению, не рыбак. Вот у меня в чем вопрос. Просто я знаю, что, ну, боюсь ошибиться, пять лет громко сказать. Ну, давайте вот оптимистически посмотрим так. Если природа выронет, из двух факторов. Какая будет зима, какая будет весна. И последующие. Ну, и еще я вчера буквально проезжал. Ну, и, соответственно, культура общения с природой. Когда ты видишь, что по речке моют трактора или машины, и когда уже знаешь, что речка у тебя уже загажена буквально два километра сзади, то так охота подойти и сказать, эй, Тумалар, ну что же мы в конце концов, а? Загрязняем с такой любовью в кавычках природу. Александр Васильевич, действительно, пока не выяснена причина произошедшего, из-за чего произошла массовая гибель рыбы. Не проведя обеззараживающие мероприятия, зарыблять водоемы, восполнять. Это деньги на ветер. Деньги на ветер. На этом мы будем прощаться с телезрителями. С вами был Акмарал Майкузова, а также директор общественного фонда МИДЕТ АТК, а также охотник со стажем Александр Васильевич Мандрыкин. Спасибо за внимание. Спасибо. После короткой рекламы Гульбаршина Катова знакомит вас с итоговыми новостями на казахском языке. Всего доброго. Всего доброго.